Хэй, привет! С вами Кристина, и я буду превращать смайлики в рисунки. Вы присылаете три рандомных смайлика, а я включаю воображалку и создаю иллюстрацию. И порой результат может выглядеть странно. Короче, это рубрика «Три смайлика равно рисунок». Народ откровенно заспамил мой телеграмм разными эмодзи. Свыше пяти тысяч сообщений с вариантами. Это мощно! И первый набор смайликов выглядит вот так. Кальмар, кот и ракушка. Как же без котиков-то? На мой взгляд, вариации рисунка с этими смайликами можно придумать разное множество. И именно поэтому я зависла уже сразу на эскизе. Представила, что кот должен есть кальмара. Но каким образом это показать? Вроде поначалу было желание изобразить кошачий пир из морепродуктов. Смайлики прямо располагают. Но после множества разных зарисовок и смены композиции, стало ясно, что это не то, и надо двигаться в другом направлении. Хоть эмодзи с котом всего один, но это не запрещает мне рисовать несколько котов на одной картинке. Рисую двух котиков, которые готовятся то ли к маскараду, то ли к утреннику с морской темой. Один кот будет в купальнике из перламутровых ракушек. Я нашла супер референс, да? А второй в шляпе из кальмара. Таким образом, будут отрисованы все эмодзи на одной картинке, все по правилам, все соблюдено. Вроде итог получился не совсем банальный. Следующий набор смайликов от подписчика – вот это чудо, которое еще и залайкали. Видимо, разглядели в комбинации потенциал. Ну и я тоже. Конечно, невеста, пуанты и хлеб вызывают некоторые вопросы. Была идея схалтурить и нарисовать живую буханку хлеба в наряде невесты и в пуантах. Но это было бы слишком просто, хотя в какой-то степени и прикольно. После размышлений, под напрягцей подумать действительно пришлось, я изображаю девушку-балерину в пуантах. Но если прислали эмодзи невесты, это не обязательно. Ну, нужно, значит, рисовать невесту. Можно взять только часть образа, а именно фату. И фата будет сделана из лаваша, в принципе, как и весь ее образ. Платье, рукава – все это хлебобулочные изделия. Мне ранее доводилось рисовать кусочки хлеба, опыт был. Поэтому передать текстуру хлеба в данной зарисовке не составило проблем. Необычных существ и прикольной ситуации еще успею изобразить по смайликам, но порой хочется уделить внимание именно дизайну персонажа и просто передать возникшую в голове концепт. Собственно, когда ты умеешь дизайн, то без работы не останешься. Так вот, SkyPro приглашает на свой курс профессия «Графический дизайнер». На этом курсе вы освоите с нуля все нужные инструменты дизайнера, научитесь генерировать креативные идеи и упаковывать их в дизайн. И, конечно, вас обучат, как находить заказчиков, презентовать и защищать свои идеи. Срок обучения – 10 месяцев. Можно брать проект на удаленной основе в качестве фриланса для наработки доп. портфолио уже во время учебы. По завершению курса вы соберете полноценное портфолио дизайнера на Behance, сделаете 15 работ, которые сможете добавить в резюме и показывать заказчикам, и получите диплом установленного образца от SkyPro. Кстати, на ближайший поток университет запускает уникальную возможность попасть на оплачиваемую стажировку. Пять лучших студентов из потока получают задания от университета, за которые еще и заплатят. И дополнительно на курс добавлен модуль «Как работать с нейросетями». С помощью нейросетей можно сократить количество часов на задачу. Например, вместо 5 часов на отрисовку макета для сайта или баннера вы потратите всего 2 часа. А по моему специальному промокоду CASPIE вы получите скидку до 50% на все курсы SkyPro. Переходите по QR-коду или ссылке в описании, оставляйте заявку и получите бесплатную карьерную консультацию. Профессию освоили, но что же там по смайликам? Очередной рандомный набор от подписчика – червяк, перец и плачущий эмодзи. Тут, наверное, все максимально очевидно. Главное – с юмором подать рисунок. Хотя можно увидеть два варианта развития событий. Первый – это нарисовать, как плачет живой перец, потому что его прогрыз червяк. Но это было бы слишком-слишком жестоко. Второй же вариант, который пришел ко мне в голову – это пойти от обратного. Овощ останется бездушным овощем, а вот червь будет плакать от слишком острых ощущений. Никогда в своих фантазиях я не представляла, что буду рисовать когда-нибудь червяка. Они кажутся мне противненькими, но в детстве я спокойно копала их прямиком из земли, вот прям своими руками. Сейчас, конечно, так не смогу, но прошлого детского опыта вполне хватило для того, чтобы вспомнить их анатомию во время рисования. Да-да, червяк не просто червяк, и его тоже нужно изобразить узнаваемо, а не как розовый кусок протолговатой сосисы. Короче, артик по эмодзи отрисован, простой, но забавный. Надеюсь, вам понравится. Зубы у него такие с характером получились. Следующий набор смайлов это, тадам, веточка листьев, лотос и ежик. Даю временно подумать, что по ним вы представляете, и что буду рисовать я. Варианты ответов. А. Куча листьев и цветов лотоса валяется довольный еж. Б. Живой лотос поедает ежика, связав его листьями. С. Ежик поедает листья и лотос. Д. Максимально милая химера ежика с лотосом, и в лапках он держит букет из листьев. И правильный ответ. Д. Буду рисовать химеру. Объединил лотос с ежиком. Знаете, вот как выглядит покемон Бульбазавр? Вот, представила нечто подобное, но только ближе к какой-нибудь советской версии. Опять же, это хорошая возможность сейчас поиграться с концептом персонажа. Я хоть ранее и рисовала ежика в пару-тройку раз, но его полувытянутая мордочка в рисовании дается не так-то просто. Тут тонкая грань по анатомии. Его можно запросто превратить или в собаку, или в медведя, а нам это не нужно. Акрас ежика спасает от медвежатины, хотя я меняю ему общий цвет на розовые и зеленые оттенки. Но все равно он хорошо узнается. Вот такая иллюстрация по смайлам вышла. Как и планировала милоту, так и получилось. Так, а что же у нас там дальше? А на очереди фиолетовый демон, шляпа, цилиндр и еще один красный демон. У автора этих смайликов, кстати, на аватарке тоже стоит персонаж в цилиндре. Видимо, этот чел фанат аристократических головных уборов. Можно было бы долго метаться в сомнениях, кто же среди этих смайликов будет главным героем и кого поставить в приоритете. Чтобы не гадать, я всю эту нечисть соберу в одного цельного персонажа, просто двухголового. И там и тут демон, то почему бы не совместить? Возникла у меня парочка набросков, как расположить с этими головами цилиндр. Одна шляпа на двоих, или все же каждому выйдут по своей шляпе. Хм, не будем прибедняться и каждому рисую по шляпе. Постоянные зрители канала знают, что я не особо люблю всякие ужасы, страшилки, мне дай волю буду рисовать только милоту. Но в данном случае этот запрос по смайлам мне прям зашел. Очень понравилось рисовать двухголового демона, прям кайф. Не ожидала, что данный образ западет в душу и итоговый результат весьма приятно удовлетворит моего внутреннего художника-критика. Вот такой элегантный демоненок. Следующий рандом МТЗ от подписчика. Джин, Сланец и Медведь. Я спросила своего молодого человека, что он видит в данном наборе смайлов. Мне ответили, что возможно это могла бы быть летняя тема, где персонажи Диснея, Джин из Алладина и Винни-Пух разгуливают в сланцах по пляжу. Вот зараза, это звучало вполне себе даже хорошо. Я практически чуть не повелась и не нарисовала его фантазию. Но нет, в данном случае в этой рубрике я как-то не особо хочу. Вот сейчас изображать уже существующих героев лучше придумаю и нарисую своих. Играясь с ракурсом иллюстрации, появился в голове образ большого медведя в сланцах и на его фоне маленький испуганный Джин, Джинусик, Джинусичка, короче небольшой Джинни, которому не довелось сталкиваться с медведями. Если в других своих работах я придерживаюсь общего концепта, то тут было интересно поработать над небольшим сюжетом, если это можно конечно так назвать. Вы также можете написать в комментариях, как вы представили эти три смайла. А вот среди вас есть какие-то иные необычные варианты с этим Джином. И финальные три смайла. Зомби, кот, да снова кот и рыба. Давайте в этой рубрике буду рисовать самым последним артом своего персонажа, моего маскота канала в разных ситуациях. Попробую подстроить ее под данные Эмодзи. Кажется она уже была вот кем угодно. Чибиком, путешественницей, тикером, обзорщиком планшетов и космическим рейнджером в киберпанке. Но вот зомби, еще ей не доводилось быть. Спойлер, вы уже конечно схватили заранее. Результат рисования красуется на обложке данного видео, ну что с кем поделать. Артика вышел забавный тоже, я нарисовала кота рыбе ошалелые глаза, которые смотрят в разные стороны. Считаю, что получившуюся иллюстрацию надо смело пихать еще и на обложке к компьютерным играм про зомби. И лозунг будет такой, мы вас атакуем, сожрем мозги, ну и бонусом можете погладить нашу чумную рыбокошку. Ранее народ управлял все эти предложения по смайлам в мой телеграм канал. Обязательно подписывайтесь на телегу, чтобы не пропустить очередной творческий движ. Но давайте впредь отбирать смайлики для этой рубрики, ну и для следующего выпуска из комментариев на ютубе. Так что смело присылайте три смайлика под этим видео, и я выберу несколько авторов и нарисую их. Да, именно так. С вами была Кристина Каспи, блогер иллюстратор. Всем пока-пока.